Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня понедельник, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла Кримлина, глава 9, стихи с 18 по 33. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Итак, кто хочет, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе? Над нами, которых он призвал не только изудеев, но и из язычников. Как и у Осии говорит, немой народ назову моим народом и невозлюбленную возлюбленную. И на том месте, где сказано им, вы немой народ, там названы будут сынами Бога живого. А Исаия повозглашает об Израиле. Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле. И как предсказал Исаия, если бы Господь Савовов не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны гамморе. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись о камень преткновения. Как написано, «Вот полагаю, всего не камень преткновения и камень соблазна, но всякий, верующий в него, не постыдится». Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение послания святого апостола Павла Кримлена. И в сегодняшнем отрывке апостол Павел затрагивает ту тему, которая была очень близка ему, и в то же время которая доставляла ему очень большую скорбь. Он говорит здесь об иудеях, и сам для себя пытается понять, почему же так произошло. Почему те, которые не имели писания, точнее имели писания, отказались от Бога, а те, кто не имели писания, они к нему примкнули. Речь идет об иудеях и язычниках. Апостол Павел проповедовал язычникам, и неустанно, как мы видим и знаем с вами из книги «Деяния святых апостолов» и из послания святого апостола Павла, он неустанно пребывал среди язычников и проповедовал им Евангелие, позволяя им войти в пространство небесного нового Израиля, нового народа Божьего, который является церковью. Но в то же время он оставался частью иудейского мира по своему происхождению, по своему рождению, культуре, которую впитал с малых лет, которую хорошо знал, будучи фарисеем. Конечно же, он думал о своих собратьях, которые отказываются от полноты истины, от Сына Божия, явленного нам благодатью, и который пришел и спас нас на кресте. И все, большинство израильтян, большинство иудеев отказались признавать Иисуса за Христа, Иисуса за Мессию. И это не давало покоя апостолу Павлу. Ему нужно было объяснить, а почему же так происходит самому себе и тем, кому он проповедует. И в сегодняшнем отрывке как раз-таки апостол Павел пытается это сделать. Но для современного человека, с его осознанием и пониманием человека, прежде всего, как свободной личности, данный текст воспринимать довольно-таки сложно, особенно неподготовленного, идущего только к церкви, только познающего всепрощение и любовь к Божию. Этот текст будет неким диссонансом для него. Но всегда важно рассматривать священное писание в культурно-историческом контексте и смотреть, кто, когда, кому и по какому поводу пишет то или иное послание. Апостол Павел здесь пишет в Рим христианам, затрагивая проблематику иудея языческих отношений под амафором церкви Христовой. И, конечно же, проблематика сложна. Он уделяет внимание как язычникам, так и иудеям. Что может затронуть сердце иудея? Прежде всего, это священное писание. Именно оно является для него непререкаемым авторитетом. Поэтому апостол Павел здесь ссылается прежде всего на иудейские тексты. Сначала он говорит о том, что все находится в руках Божьих. Он не может найти себе логического объяснения и какого-то рационального объяснения того, почему иудеи отказываются от Христа. И поэтому он находит только один вывод – все по воле Божьей. И объясняет, почему так, ссылаясь прежде всего на ветхозаветные тексты, на пророка Осию, пророка Исаию и пророка Иеремию. В 18 главе первых шести стихах там есть четкий пример того, как Иеремия сравнивает народ Божий израильский с горшечником. Там приводится такой образ, что некий горшечник лепит себе горшок из глины, но вот он падает и разбивается. Горшечник берет заново глину и вылепливает то, что ему угодно. Вновь вылепливает новый сосуд для своего употребления. И происходит такой вопрос – не могу ли я сделать это с Израилем, то есть с народом Божиим? Это риторический вопрос, ответ на который, конечно же, может. И апостол Павел в данном тексте здесь, обращаясь прежде всего к иудейской аудитории, который будет понятным, этот текст, он говорит, что глина не вопрошает горшечника о том, почему ее такое сделали. За что еще обвиняет, ибо кто противостанет воле его? Кто может противостать воле Божией? Но апостол Павел пресекает эти вопросы и говорит – ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня сделал? Так, не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для подсчетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, которые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудовым милосердием, которое он приготовил к славе, над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников? Так вот, здесь идет как раз-таки речь о том, что ожесточено было сердце иудеев, чтобы язычники могли войти в церковь. Понять это человеческим разумом, возможно, будет довольно-таки проблематично, и нужно обладать всей широтой христианского духа и глубиной познания священного писания, и широтой сердца, чтобы воспринять это не эгоистически, не из плена своего комфорта, а из аскетического сердца, наполненного глубоким пониманием, что есть истина в этой жизни. И, конечно же, смирение перед волей Божией. Здесь мы только можем действительно смириться и воспринять, и понять, что апостол Павел находит единственный возможный вариант для своего времени, для своей аудитории донести мысль, которую он хочет показать. И действительно, Господь нас здесь учит, что мы должны смиряться перед Его волей, что порой не все нам понятно в этой жизни, и не все мы можем себе объяснить, но следовать в фарватере божественного проведения мы должны. Тем более, что Господь обращается к сердцу каждого человека. Поэтому ни в коем случае нельзя унывать. Особенно важно в сегодняшнем отрывке, это 30-33 стихи, вот этот небольшой отрывочек, концовка, говорится о том, что язычники получили веру от праведности, а иудеи споткнулись о камень преткновения. Не только Господь ожесточил их сердце, чтобы могли войти в язычники, но и сами они не захотели принять этот камень, которым пренебрегли строящие, а язычники в него поверили. Поэтому и праведность у них от веры. А иудеи пытаются навязать свою волю Богу, пытаясь навязать ему отношения товарорыночные. Мы исполняем то, что ты нам сказал, а ты нам должен за это. Никогда человек не сможет удовлетворить правосудию Божию. Поэтому попытка угодить Богу и тем самым поставить его в зависимое отношение, по отношению к себе, невозможно. Мы должны из любви к Богу исполнять его заповеди, а не потому, что взамен на это мы получим нечто. Поэтому будем стремиться к любви Божией прежде всего, будем стремиться к любви и миру между собой, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог с его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова